Вместе со своей большой семьей он приехал из города Кемерово в наш район, чтобы поклониться земле, за освобождение которой погиб его брат Гурий Михайлович Терехов и почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны. И мы с огромным удовольствием предоставляем слово Анатолию Михайловичу Терехову. Спасибо. Дорогие, уважаемые, весьма нашими нами уважаемые горшевчинцы, не только самого горшевчинца, всего горшевчинского района. Мы со своей семьей, нашей семьей бываем здесь часто, и этот год является 37-м годом, когда мы встречаемся с вами здесь, на этой замечательной, святой Кауднецкой земле. Спасибо вам, низкий поклон, за внимание, за работу Анатолия, в котором мы приезжаем. Вместе с вами плавимся тем воинам, которые погибли здесь, защищая от немецких фашистских зафальщиков нашу священную землю. И думаю, что мы ее и дальше будем сохранять. Священный День Победы, он очень радостен для нас. И очень радостен тем, что мы сейчас живем в мирное время, над нами никто не летает, мы рады тем, что мы общаемся свободно, и никто нам не угрожает, пытающихся урожать, но у нас имеется возможность ответить тем, что у нас имеется. День Победы – это очень трагичный день, который мы не должны никогда забывать. Ни через год, ни через два, ни через десять, ни через сто, ни через тысячу лет. Этот День Победы унес 27 миллионов жизней наших замечательных советских людей. Это были граждане нашей великой страны. Это были женщины, мужчины, подростки, дети. Это были люди, даже желающие жить, как все мы. Будучи в армии, на фронте, я прибыл в 13-ю танковую бригаду 10-го танкового дипровского ордена Суворова Кутузова полка и Кутузова бригады 10-го танкового корпуса, который входил в 5-ю гвардейскую танковую армию. Этой танковой армией в составе 3-го украинского форта была поставлена стратегическая задача отрезать Восточную путь от Германии. И эта задача была выполнена в течение 12 дней. 530 километров тяжелых боев, 430 километров непосредственно боев, без сна, без воздуха, мы вышли через 230 километров по Восточной Пруссии, мы вышли на залив Прыжгав Балтийского моря. А там, где было кольцо вокруг Восточной Пруссии, это кольцо начало сжиматься под ударами 3-го прибалтийского фронта с запада и 2-го, 3-го прибалтийского фронта с востока. С моря эту операцию выполнял Балтийский, знаменный Балтийский фронт. Таким образом, в 9 апреля 1945 года было сжато это кольцо, были уничтожены все немецкие предназначения, и у нас, для наших подразделений, для танковых подразделений, война была закончена. В процессе этого похода, в процессе этой битвы, наше танковое подразделение, танковый 10-й корпус, освободил 5 конституционных лагерей, в которых были дети, женщины, русские, цыгане, люди разных национальностей. Всего в конституционных лагерях было уничтожено из зоны более 5 миллионов человеческих жизней. Это страшные цифры, которые нам не позволяют никогда забыть об этом. Ни через год, ни через два, ни через десять, ни через тысячу лет. Будем помнить их. Здесь находятся наши родные, близкие друзья, фронтовые. И я, занимаясь этим 37 лет, высаживаю на боевских мемориалах саженцы кедров. Кедры уже здесь, на этой священной земле, они начали произвести с 2013 года. В 2015 году они давали, в этом году, в 2017, и в этом году тоже маленькие кедры уже есть, можете полюбоваться. Но дело не в шишках, дело в памяти. Мы помним о них. Давайте помним всегда об этом. Я от имени всех ветеранов, живущих на этой земле, наших советских ветеранов в России. Я поздравляю всех с замечательным праздником Днём Победы. Желаю вам всяческого благоденствия, доброго здоровья, успехов, и чтобы наша российская земля дальше продолжала богатеть, развиваться. У нас всё есть. Почему к нам американцы, леды, французы, итальянцы, шведы и прочее, всякая шваль. Потому что у нас, мы, Россия, самодостаточная страна. Мы её должны беречь. Для того, чтобы беречь её, нужно очень многое знать. Часто автоматика, кибернетика. И для того, чтобы её управлять, надо учиться, надо много-много знать. Я вас призываю всех, дорогие дети, учиться на отлично, обладать всеми специальностями, военными, военными, городанскими, и чтобы вы в жизни были всегда пригодны, чтобы в жизни вам всегда это могло пригодиться. Счастья вам, здоровья! Здравствуйте! День Победы!